Вопросы у вас интересные есть? Задаю я русских вопрос. Зачем мы напали на Украину? А что, русские напали? Ну а что? У вас русский язык не родной видно? У меня их три. Родной это первое от рождения обычно. Какие у вас тресни? Немецкий, украинский, русский. А, понял. По-русски нужно спросить и в данном контексте россияне напали. Ну, россияне. Ну, так это же большая разница. Да, ну тогда извините за неграмотность. Буду и справлюсь. Ну, хорошо. Но я могу ответить на ваш вопрос, почему. Ну, почему? Ну, это моя версия. По тем же мотивам, почему Наполеон напал на Российскую империю. Вы знаете мотивы, почему Наполеон напал на Российскую империю? Ну, он, наверное, хотел завоевать? Ничего он не хотел завоевать. Никакие ему территории российские не были нужны. Ну, тогда причина. Причина? Злостное невыполнение Александром Первым ранее достигнутых договоров по континентальной блокаде Британии и иных ограничивающих договоров по поводу Британии. Александр Первый, придя к власти, нарушил все договора Захина. Все, слился. Недолго музыка играла, недолго, пока я танцевал. Вопрос у вас интересный есть? Да я вас хотел послушать. Я вижу, вы постарше меняет, а у вас, может, важнее вопросов есть, чем у меня. Ну, хорошо. Вы откуда, если не секрет? В город Харьков. Понятно. Да, небольшой проверочный вопрос. Первая остановка с вокзала Харьков-Левада. Александр Невского. Вы знаете, в какую сторону? С Харьков-Левада одно направление на электричке. Вы садитесь в Харьков на Харьков-Леваду. А, ну, подождите, есть же направление трамвая, а есть электричка. А есть что? Чего еще? Есть электричка, а есть направление трамвая еще. Вот трамвай не называется, если вокзал Харьков-Левада, если я пошел первая остановка, она червольно-заводская раньше называлась. Это вторая была. А первая была и есть Верещаков-Колевадская. А, Верещаков, да, да, да. А потом уже червонозаводская, а потом основа. Ну, я вижу Харьков. Ну, прошел ты, ПТС, прошел. Да, молодец, вижу, Харьковчанин. А то некоторые не знают, орут славу Украине. Я говорю, ты вместо того, чтобы пройти славу Украине, лучше бы географию своего города выучил. Ну, вы молодец, знаете. Я забыл, что Верещаковка, да. Вы напомнили, я реально забыл. Давно не ездил на электричку. А я не знаю. А вы знаете, что Левада убирать будут? Хотели убрать до войны. Будут район заселять. Там многоэтажки строят. Ну, говорили так, но не знаю, будут убирать или нет. А знаете, как... Ну, нет, ну, сейчас все остановилось. Ну, я понимаю. А, кстати говоря, Левада, это же, почему ее не декоммунизировали, непонятно. Она же, это большевистское название, Левада. Знаете об этом? Нет, я даже не знаю, кстати. При империи это был Северодонской вокзал, назывался. Карта 13-го года, если в Кароленко сходите, посмотрите карту Харькова 13-го года. Там она как-то даже на стенке висела. Там написано Северодонской вокзал. А коммунисты назвали Левада. Нет, вот это я не знаю, честно сказать. Кстати, как относитесь к последним переименованиям? Вот Московского проспекта и так далее. Я немножко не согласен с Московским проспектом. Знаете почему? Надо было его Изюмский шлях назвать. Нет, Изюмский шлях это проспект Гагарина туда уж. Причем тут? Нет, ну при чем? А как, каким боком проспект Гагарина, Изюмский шлях? Тогда Московский идет на Изюм. Московский идет на Старый Салтов. Причем тут на Изюм? Нет, вы путаете. Подождите минутку, я вас поправлю. Но Изюмский тракт. Изюмский тракт. Раньше проспект Гагарина назывался почему-то Изюмский тракт. Значит через него шли. Ну можно через Московский дает. А Московский шлях входит туда, чтобы мы поехали на Ростовскую тракту. Ну как ни странно, то, что должны были переименовать в рамках декоммунизации, оставили. А то, что не должны переименовали. Московский проспект и Белгородское шоссе нужно было оставить. А проспект Гагарина, это в порядке декоммунизации можно было. И Парк Горького в порядке декоммунизации. А какое отношение к декоммунизации Московский проспект имеет? Никакого. Я, если мне не изменяет память, по-моему проспект Гагарина назывался улица Ростовская. Или проспект Ростовский, по-моему. Но это в 30-е, это в 30-е до полета Гагарина назывался. А при империи назывался Изюмский тракт. Именно, именно вот современный проспект Гагарина Изюмский тракт назывался. А Полтавский шлях назывался Полтавский тракт. Ну потом из Свердлового, в этом опять Полтавский шлях. Да, да, да. Нет, ну, Полтавского шляха не было. до свернова был полтавский тракт а придумали это укромовный шлях зачем-то ну ладно бывает но хорошо да я жил харьков ну хорошо есть еще какие вопросы у вас всех благ взаимно все откуда откуда вы торонто слышал торонто слышал такой город нет ничего канада страна слышал на стене слайд-шоу через проектор наш такой проект раньше модные были пока телевизоры были тяжелые сейчас телевизоры легкие а я и поэтому проекторы вышли из муна не стали тяжелее а раньше телевизора довольно тяжелый заместа визу да то есть ты можешь любую установить размер вот такое я под это под а я могу словить два раза меньше могу два раза больше какой хочешь такой ну прикольная вещь так она много так она много энергии жрет больше чем телевизор современ раза в три а у тебя крутая вебка это просто краски краски или реально позолочено ладно давай пока спасибо за беседу успехов ну вы ангарск у вас пишут из ангарска да нет нет я саркутска саркутска понятно олег меня зовут а эти вопросы вот по вашей области сразу подсказка это что в вашей области находится единственные в россии город которая имеет разные название три разных город порт и уже достали что до станции все три разных названий к и какой то город или такая станция или какой порт город станции и всеoles еще что-то Порт, станция и название города. Все разное. Что, Уськуте, что ли? Что-то, Уськуте уже. Молодец, молодец, Уськут. А станция называется Лена. А город, город Уськут, станция Лена. А порт, знаете, как называется? Крупнейший порт, Новики Лена, кстати говоря. Морник, убор. Порт называется Осетрово. Да, точно. Вы на какие темы беседуете в Роветке? Я, как развлекательный ресурс, отношусь к этому. К этой приблуде, поэтому я здесь развлекаюсь. Ну, есть у вас интересные вопросы, возможно, и развлекательные? Ну, какие у меня вопросы, это для развлечения. Ну, спрашивайте, какие у вас есть вопросы. А вы с Украины? Ну, в общем-то, нет. Нет, у меня Украина под VPN. С вами откуда нахуй, если не секрет? Торонто. А, это Канада? Да, Канада. Ясненько. Ну, и что, как видится с Канадой ситуация, которая происходит сейчас? Ну... Между VPN мной. Между тем? Ну, между VPN-ом и мной. Не, вы знаете, просто интересно же слушать, как выглядит ситуация с той стороны. Я вот, допустим, с русскоязычными немцами... Вот там получилось, да, вот ситуация вот с этими танками. Я когда с немцами общался, с русскоязычными, я говорю, ребят, ну и как вы? Как вы? Потому что обратно немецкие танки пойдут против русских. И немцы, то есть у нас, с нашей стороны, российская, мы были уверены, что танки дадут. Ну, то есть мы это знали. А немцы, русскоязычные, мне доказывали, не дадут. Будут крутить, вертеть, но не дадут. Будут разными. И мне их как бы убедили. И я потом общаюсь. Американцы их заставили дать, они их обманули. Американцы сами не стали давать, а их заставили. Нет, поэтому я и говорю, то есть все-таки у нас правильное видение. Раз немцы понимают, что не дадут, и все равно дали. Да. Ну, кстати говоря, вы, человек, я смотрю, аналитичный. Заходите на мой канал. Ну, ладно, есть еще вопросы ко мне. Давайте, удачи вам. А вы, кстати, гад, у вас канал-то какое направление? Ну, историческое, четверлеточное диалоги, научное есть диалоги, железная дорога, советский футбол. Историческое, конечно, сильное тема. Субтитры сделал DimaTorzok Интересное. Алло, алло. А, опять завис, ладно. Вас интересное есть. А, ну как интересно, просто вы из Украины? Ну, в принципе, нет. А вы? Да я тоже, в принципе, нет. Я из Беларуси, а сам вам в Беларуси. Сам вам в Беларуси. Давно находитесь во мне? Ну, пару лет. Ну, как, я не тоже пару лет, я дальнобойщик. Ну, я понял, понял. Ну, ладно, хорошо. Есть вопросы интересные? Ну, я не знаю. На портрете. Ошибаетесь. Это Александр Второй. Честно, просто телефон у меня, ну... Ну, ничего, я мог поднести. Вот, скопируйте название, название канала, ставите в поиск ютуба. Это русская часть названия. Ну-ка, еще раз. А внизу написано. Еще раз. А, хорошо, хорошо, сейчас посмотрите. Скриншот сделайте. Честно вам скажу, у меня нифига не отображается. Попробуйте еще раз отправить. Сейчас еще раз отправим. Ты меня назовите. Я, в принципе, вроде человек неглупый, может, запомню, как канал называется. Ну, спеллинг, главное, чтоб не ошиблись. Зенклуб, вон, внизу написано. Почитайте. А, Зенклуб, все, все, все. Да, в поиске ютуба. Ну, хорошо. Сейчас, сейчас. Хорошо, жду вас на канале. Всех благ, удачи. Хорошо вам. Не долго музыка играла. Не долго, пока я танцевал. Харьков, а вы? А я из Днепра. Понятно. Вопросы, может, интересные есть. А, может, у вас есть? Ну, есть. А что вы здесь из Днепра, что на мове говорите? На мове? Так, это же моя родная мова. А, да вы приехали откуда-то с Захарда, да? Не, вы заблуждаетесь. Я народилась в Украине, в месте Днепро. Ну, я понял, понял. Ну, окей, ладно. Успехов вам. Кого-то ждете, наверное, в машине. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай меня. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Ливска область где была? В Австрове, Венгрии. Опа, так это не было еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, есть как он? 60 километров от кордона с Польщей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумская? Вау. Как вы думаете, мы живем с Польщиной? Мы с Велитой. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смертный бой. С нашим силой немною, с оранжевой чумой. Продолжение следует...